Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры в Христе, всем желаю радости и веселья в Господе. Ну что, второй ролик, хочу подвести итоги, кто знает, ну, хочу писать такие ролики, буду добавлять их в плейлист о последнем времени, ну, о текущих событиях в мире, в принципе, мне это интересно, мы знаем, у нас есть книга Откровений, по которой мы присматриваемся, что там на самом деле происходит, наблюдаем, да, и можем эти события сопоставлять с тем, что нас ожидает. Кто знает, в России недавно была такая ситуация, Роскомнадзор, российский комитет надзора за нами, за толпой, за народом, пыталась прикрыть такой мессенджер, как Телеграм. Ну и что, прошел месяц, получилось? Нет, ничего не получилось. Знаете, самое удивительное, что они даже сайт не смогли заблокировать. Сайт, кто немножко разбирается, вот я, в принципе, я давно не следил за всякими такими вещами, новинками, техническими, там, развитием, сейчас подписался там на некоторые каналы, тоже смотрю ребят, которые, ну, соображают в технике, да, тоже есть свои каналы, все эти вещи рассказывают. Ну, казалось бы, интернет, браузер, сайт проще всего заблокировать, у них и это не получилось. Когда вся эта история началась в России, ну, в принципе, кто меня слушает, вы в разных странах живете, и, ну, кто в ближнем, так скажем, странах бывшего СНГ, бывшего СССР или странах СНГ, бывшего СССР, да, то тоже там разное творится у нас и на Украине, и на Белоруссии, и в других странах, в том же самом Китае. Вообще, Ютуб как бы заблокирован, но опять же, при том условии, что ихняя там система, как она называется, Firewall или что-то там такое, с самого начала интернета они пытаются все это фильтровать, информацию. Ну и что? Вот живой пример. Роскомнадзор не смог заблокировать не то, что мессенджер, потому что это тоже специфическая вещь, они не смогли даже заблокировать сайт, сайт. Хотя, в принципе, в России в той же самой, просто никто особо не интересуется, и мы, пока нас это лично что-то не касается, зачастую нас в жизни и не интересуют многие вещи, да. А ведь сайтов очень много, неудобных власти или еще кому-то, сильных мира сего. И очень много вещей, которые нас просто не касаются. Но тот же самый мессенджер Телеграм, это оказалось непростая вещь, да, очень важная, очень нужная, очень популярная, и, естественно, это стало доступно, известно. Итог. Итог. Я хочу сегодня несколько аспектов, наверное, три штуки затронуть, да, самых важных таких. Первое – это свобода слова, свобода информации. Казалось бы, ну, вы знаете, как я, вот, казалось бы, последнее время. Ой, а религиозные люди, так это все. Все. Это плач, истерика, крики. Кто смотрит мои ролики, у меня всегда как тема касается последнего времени. У меня и так часто улыбка, но особенно, когда касается последнего времени, у меня вообще улыбка расплывается. Я всегда радуюсь и веселюсь. Но, судя по Евангелию, смерть надо встречать с улыбкой, из песни на устах. Благословлять проклинающих тебя, радоваться, веселиться, когда вас гонит. Я вот этой истерии, особенно так называемых христиан, хотя 95% – это псевдо-христиане. По сути, это просто кулич по воскресеньям, икрашенные яйца. Вот вам вся ортодоксия, ну, и протестантизм – это песни, пляски, кто под баяны, кто под модного диджея по субботам. Вот вся религия. Так что же с последним временем-то? Все плохо? Электронный концлагерь? Рабство? Не знаю. Первое – свобода распространения информации, свобода слова, так и назовем. Пожалуйста. Казалось бы, интернет, когда ты в этом не соображаешь, нам кажется, ой, ой, все, завтра запретят, и все. Да то же самое, когда книга печатания развивалась, что еще легче, казалось бы, вон, партию захвати, там, поездом, автобусом, тележкой перевозимую, и все. Ничего, все равно распространялась информация. Сейчас интернет, кажется, ой, что проще, да, смотря, все по кабелям, все там как-то передвигается, хотя все далеко не по кабелю перемещается информация. Информация, кто понимает, это вообще невидимые единички и нолики. Ну, и что мы будем с этим делать? Оказывается, поймать-то не так просто. Господь так чудно придумал мир, я сколько смотрю на все это и радуюсь, и веселюсь. Невозможно это разделить. Добро и зло исходят только из сердца человеческого. Все остальное в мире нейтрально. Бог придумал такой чудесный мир, что лишь из человеческого сердца, но из ангельских сущностей исходит добро и зло. Все. Казалось бы, ножик, да, что им можно сделать? Можно убить, а можно бутербродик нарезать. Плохой нож или хороший? Как вы считаете? Все зависит от поступка, от действия, которым ты им произвел. Интернет, цифра, информатика, язык программирования, компьютер. Хорош он или плохо? Сам по себе он нейтрален. То, чем ты пользуешься и как пользуешься, это имеет значение. Итог какой? Оказалось, что разделить эти вещи невозможно. Судя по ситуации, не надо быть великим знатоковым программистом. Просто вот мы наблюдаем, что происходит. Я говорю, все вот эти истерии. Что мы видим? Когда первый прецедент, так скажем, случился. Ну, по крайней мере, на территории России, достаточно крупный. А вот что случилось. Ничего у них не получилось. Оказалось, разделить это невозможно. Кто наблюдал за всей ситуацией, кто в курсе, кто знает, как там Роскомнадзор бегал за мессенджером, пытаясь его заблокировать, рубил головы в семь, кроме... У меня бывало, что у меня не работает ничего. Ну, у меня отлично работает Телеграм. Не, я не могу зайти на YouTube, я не могу зайти на один сайт. У меня практически блокирован доступ во все сайты и вообще в интернет. Ну, у меня отлично работает Телеграм. Я вообще угорал. Я даже не жаловался, что у меня ничего не работает. Мне интересно было это наблюдать и реально, чем это закончится. И реально ли это так. Потому что, если бы они действительно добились его, вот тогда бы я бы горевал. Я подумал, лучше я погорю пару дней, но я узнаю, что в итоге... А в итоге вот результат. Оказывается, никакого тоталитарного контроля рабства не будет. Вы вспомните, когда апостол... Я рассказываю, кто знает, меня зовут Кузнецов Дмитрий, кто не знает, я представляюсь. В интернете известен как христолюб. И сейчас я высказываю свою точку зрения на ситуацию, как это называют, тоталитарным контролем, электронным рабством глобальной. Все, 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 все плохо. Вот это любят очень истерийно варить. Я смотрю кардинально по-другому. Мир прекрасен. И все в мире можно употреблять и на добро, и на зло. И до последних времен, до пришествия Господа нашего и Бога Иисуса Христа, в Которого я верю как в Бога, в Его любовь как в сущность. И Который придет, неизвестно когда, никто ибо не знает времен и сроков. Но когда Он придет, даже в это время будут истинные Его ученики или дети Божьи, как хотите, которые увидят Его, восклонятся, изменятся, если будут жить, и вознесутся к Нему навстречу на облаках. Значит, можно будет жить. До Второго пришествия спокойно можно будет существовать, несмотря на то, что уже будет существовать настоящее Царство Антихриста. Где? В Израиле. И оттуда начнет потихонечку расползаться по всему миру. Но жить истинным Детям Божьим можно будет на земле спокойно. Ну, спокойно, неспокойно, гонения, может быть, даже будут жестокие гонения, даже до смерти. Ну, выбери истину, умри и пойди. Умри по телу и будь с Богом, по духу. Истерия вообще необоснованная. Пожалуйста, ничего не смогли сделать. Разделить этот поток ноликов и единичек, я так тоже пытаюсь, мягко скажем, полу-техническим, я тоже в этом немного соображаю. Я анализирую поступки, поступки, события, реальные вещи. Разделить это невозможно. И тем, и тем пользуются и на добро, и на зло. Этими цифириками, ноликами, проводами пользуются все люди. И кто на зло хочет это употребить, и кто на добро. И, пожалуйста, я в прошлом ролике говорил, кто такой Дуров и его команда, Павел Дуров, основатель телеграмма. Святой человек, хотя бы христианин? Нет. Но это люди, которые не хотят быть в системе. А это правильно. И это свет. Ибо свет просвещает всякого человека, которого Бог сам привел в это бытие. Конечно же, его просвещает. Вы помните, как Павел приходит в один из языческих городов, и Господь ему говорит, не бойся, благовествуй. Здесь много моих людей. Поэтому наше дело, христиан, благовествовать. А Бог пошлет своих людей везде. Даже в среде язычников. Надо будет из христианина, Бог воздвигнет гения, который будет все это делать. Все работает. Мы спокойно пользуемся. Я живу в России, все доступно. Более того, на этом фоне пошли сразу мысли, решение будущих проблем. Типа, если сейчас YouTube заблокируешь, то оказывается, все можно будет. Не надо будет даже ехать в другую страну, чтобы проповедовать через YouTube. Можно будет спокойно сидеть в этой же деревне, в Центральной России, и спокойно, при блокировке всего интернета, практически, спокойно им пользоваться. Я даже не буду вдаваться и вам рассказывать, как это возможно. Кому интересно, на YouTube полно информации, в интернете. Все возможно. И мне тоже особо не важно, как это сам факт, что я чуть больше банального пользователя, да, не такого чайника, у которого посреди экрана выползло, заблокировано, и он, а, ну жалко, ну ладно, буду смотреть, ну походи, 85-го года. Нет, если у тебя чуть-чуть побольше мозгов, и ты кликнешь еще, а как это вот, а почему заблокировано, а можно это отменить? И тебе сразу, ты найдешь полную информацию, как посмотреть то, что ты хочешь. И это реально. И мне не важно, как это происходит технически, я не гений в этом, в технике не соображаю ничего, обычный рядовой пользователь. И все это оказывается реальным. Первый аспект, который мы подытожили, Роскомнадзор сдался, оставил, с позором, ушел, с поджатым хвостом, по свояси. Результат, наши победили. Все реально, все возможно. Будет до конца времен спокойное распространение информации, будет до конца времен проповедь истинного Евангелия вечного, все будет. Все будет отлично, мы будем общаться, переписываться, благовествовать, учительствовать, все будет. Все будет доступно. Это очевидно уже. Уже по этим признакам это очевидно. Невозможно будет это взять в одни руки. Невозможно будет. Кажется, по проводам все идет, да нет, пожалуйста, все идет через Wi-Fi, все идет через спутники. Все возможно. Не получится никакого тоталитарного контроля и рабства. Все будет возможно. Все мы будем пользоваться. Это первая информация. Второе. Хлеба и зрелищ. Ну, хорошо. Со зрелищем разобрались. Все у нас будет. Пища для глаз, ушей. Теперь надо со ртом разобраться. Что-то надо положить-то. Есть-то хочется всегда. Пол интернет истерии. Я всегда смеюсь и веселюсь. А-а-а. Все будет плохо. Нельзя будет ни купить, ни продать. А что это значит? То ли это значит, что думают все по классике, что нельзя будет просто прийти в магазин или купить. В Китае нельзя исповедовать христианство. Нельзя распространять. Но оно там есть. И оно благовествуется. Слово «нельзя» и «не делается» — это разные вещи. Говорили, что в СССР тоже секса не было. Но почему-то страна росла в демографии. Почему дети рождались? А они как-то, может быть, из капусты появляются. Я не знаю. Слово «нельзя» и не означает, что это невозможно. И что это вообще значит-то? Да, официально нельзя. Но купить можно. Можно? Нет, нельзя. А если? А если то можно. Вот так мы и живем всю жизнь. Официально нельзя? Нет, нельзя здесь пройти. А если? А если то можно. Это вся жизнь наша. Это реальность нашей жизни. Хорошо. Хлебушек. Живот хочется кушать. Что, нельзя будет ни купить, ни продать? За что еще схватили из-за того же самого Дурова? Точно так же, как и я понял, уже многие продвигают эту тему. Я не шибко в этом соображаю. Я просто смотрю на факты. Криптовалюта, электронные деньги, как хотите. Биткоины там, миткоины. Факт, что мир развивается. Это мир какой-то цифры воздушной. И это такие же деньги. И государство не знает. У него сквозь пальцы. Помните, как эти рвались сердцами? Ничего не успевайте. Смотрите, весь народ идет за ним, за Иисусом. Так и это. А у них ничего не получается. Они хотят сделать электронное рабство. Все, чтобы все было. Результат. Результат. Где это рабство? Они трясутся, не знают, как удержать свою власть, потому что ничего не получается. Наоборот, свобода распространяется. Наоборот. Эта валюта неконтролируемая, которую сейчас изобретают за счет... Я не сильно там понимаю. Факт остается фактом. Она уже существует. Ей уже делают покупки, продажи, обмены. Я в прошлом ролике так чуть-чуть коснулся. Говорил, что, конечно же, будут... Вам государство может обнулить вам счет. Будут дети божьи или его люди, как сказано в Писании, которые вам этот счет... Дадите 100 рублей, вам 1000. Он циферки делает. Ты ему реальные деньги дашь, или там золото, или еще что-то, или картошку. Он тебе 1000 сделает такими, чтобы заплатить за свет. Или через компьютер сделает так, что у тебя все будет заплачено за год вперед за квартиру. Это ладно. Будут просто другие способы оплаты. Само государство начинает выпускать эту криптовалюту. Там все, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, по факту, если не лезть в эти дебри, а слушать просто и понимать, что происходит, мы видим, что будет всегда возможность, возможность жить. У тебя всегда будет хлеб. Помимо того, что его можно будет растить на земле всю жизнь, если вам запретят уже из земли что-то доставать, это уже будет гестапо, ты ничего с этим не сделаешь. Насываются с этим электронным, там что-то типа, вот это развитие технологий делает что-то такое ужасное. Да пожалуйста, посмотрите 70 лет назад, 50 лет назад, когда это было красный террор, так называемый. Кому-то нравился, кому-то нет. Ты не имел права на жизнь, тебе не нравится власть, голова с плеч. Это было всю жизнь. Если дойдет до того, что ты не будешь иметь права на жизнь без суда и следствия, тут никакой тебе концлагерь будет прост приходить и рубить голову. Посмотрите, это существует сейчас в реальности во многих странах, как называют, отсталых, неотсталых. Поэтому тут тоже иллюзии тешить, как будто это связано с развитием технологий. Да тебе просто придут, голову отрубят, вот именно. Да, казалось бы, вот я на своей земле, вот у меня заборчик есть. Да твой заборчик снесут танком, придут и отрубят тебе голову. Это две секунды. Это было всю жизнь. Бегут там, мы побежим в деревню там. Куда ты побежишь? Если та территория, оккупированная злыми людьми, так скажем, да, если они введут просто запрет права на жизнь, не по их правилам, все. Там ты хоть куда-то беги, ты их территория, куда-то. Вот ты только в землю бежать, два метра вниз, все, больше некуда. Или что у тебя, своя армия есть, заборы трехметровые. Нет. Так что по поводу этих не купи, не продай, все это, весь интернет, ну, я их не называю людьми, конечно, истеричными, умалишенными порой. Все это ерунда. Все будет. Да, официально можно купить, нет. Ты кто? Есть у тебя там чип? А если? А если можно? Через кого-то, через эту криптовалюту, ты будешь точно так же всем пользоваться. Ты будешь просто обычно жить. Даже при условии, вот именно, когда этот телеграм блокировали, можно было вот этих, кто знает, VPN, там, всякие-то вещи эти есть. Я даже ничего не ставил. Вообще ничего. Ни на смартфон, ни на компьютер. У меня отличная десктопная, у них отличная десктопная приложение, которая у меня стоит на компьютере. Ну да, первые дни не очень хорошо загружалась, просматривалась. Ну да, их там пытались за ними гоняться. При этом, говорю, рубили головы всем невиновным. А их догнать не могли. Ну, потерпел пару дней. Ну и что? Можно было потом все равно это обойти. Ну мало-то, они добились того, что я ничего вообще не делал. Я ни на смартфон ничего не ставил, ни на компьютер, никаких VPN. Все было отлично. Более того, кто знает, сейчас я говорю, я сам начинаю немножко увлекаться этой темой, но чтобы быть в курсе, следить. Я говорю, возможно, буду вести серию роликов, какие-то события. Будет что-то новенькое, интересное происходить, будут тоже высказываться. Есть черный интернет, сейчас, вот это как он, Даркнет. Черный интернет по-русски, да, Даркнет. Все будет. Все есть уже и будет развиваться. Это все будет вот так, свет со тьмой, и ты только выбирай. А выбор за тобой, человек. Никто у тебя его не отнимет. Максимум тебя могут отнять его действительно физически. Но действительно, кстати, физически, прям вот физически. Рука и шея. Это даже не так, что у тебя счет обнулили, и ты померз голодом. Да нет. Как раз эти средства, как я вижу, не будут работать. А все, что реально сработает, это вот максимум тебя опять просто придут, тебя задушат. Так, да. Ну, и реалии сегодняшнего дня. Ролик я записываю чуть позже. Вернее, я уже просто две попытки делал. Раз он у меня не записался, я уже записал 40 минут, наговорил. Второй раз вчера сел. Вечером тут у нас плохая погода, и сегодня так. Ну, сегодня ясно, но ветер сильно ураганный. А вчера тоже было пасмурно. Меня комары чуть не съели за пять минут, и я выключил, не стал записываться. Сейчас вот говорю. Кто знает, неделю назад я сейчас трансляции опять возобновляю. Каждую субботу в третье часа дня в 15.00 по Москве пытаюсь вести трансляции, чтобы вот с братьями и сестрами, с желающими в прямом эфире пообщаться, может быть, о каких-то темах. Я живу в деревне, в Воронежской области, в село Пузево. В селе. Живу пятый год уже, да. Поначалу интернет был полмегабита исходящего, полмегабита, 400 килобит в секунду. Это ужасная скорость на исходящий трафик. Входящий 10. Последние полгода я заметил, что у меня стали хорошо уходить ролики, загружаться на YouTube. Но я как-то не придал значения, есть же померить, можно счетчик. Я даже как-то, ну, стали лучше, стали, я даже стал чуть получше качество сохранять, не сильно сжимать. Ну, хочешь, чтобы людям тоже было приятно смотреть все это. Но трансляции я не вел, год назад вел, потом не вел, сейчас вот опять возобновил. И стал, мне же нужно знать, какая скорость, чтобы там тоже выставить планку, и, соответственно, чтобы этот трафик в живом режиме уходил. Ну, кто знает, я провел там сколько-то трансляций. Последнюю трансляцию я уже не могу провести. Как вы думаете, почему? Более того, я говорю, когда я заметил и стал вести эти трансляции, заметил, что у меня исходящий трафик увеличился за счет того, что я ставлю ролики на YouTube. Они стали достаточно порезвее загружаться. Я вот стал трансляцией вести, меряю трафик, смотрю, у меня стало полтора мегабита. Кто знает, в городах сейчас, по тому же сам, в принципе, более того, у меня не мобильный интернет. У меня интернет по кабелю телефонному от Ростелекома, фирмы, монополистической российской компании. Ну, кто проектизировал эти шнуры, раньше все советское было, все общее, потом все стало частное. Конкуренции нет, пойди поторгуйся. По базару, да? У меня нормальный кабель. Обычный кабель телефонный. Вот такой, сам новый проложил, живу в центре почти недалеко. Крестол показался, провел, все. Все подключили, дали тариф, все вроде бы казалось бы хорошо. В городах сейчас от 10 до 100 мегабит исходящее. Пожалуйста, хоть что-то, ну, трафик, деньги, понятно. Ну, пожалуйста, все позволено. У меня нет ни выбора тарифа, у меня один тариф за 500 рублей, вот-вот, бери, что хочешь, бери, что есть. Ну, беру, хорошо, живу, беру. 500 килобит, 0,5 мегабита. Ну, вот, последние года, думаю, ничего себе, до полтора, более того, я говорю, сколько трансляций веду уже в третий месяц, где-то так, сколько там получилось их провести уже. Каждую субботу там их было, штучки, не знаю. Ну, короче, в третий месяц где-то уже стараюсь каждую субботу, не считая своего здоровья, своих болельщиков. Ну, что, я даже меряю, я стал замечать до 2, 2 мегабита в секунду. Ну, в принципе, я этому счастлив был. Думаю, да, как хорошо. Можно хорошего качества даже прямую трансляцию выставлять. Я реально читаю в живом режиме сообщения, все хорошо, без всяких задержек ты пускаешь. Какой там есть задержка, выставить до минуты. Какой смысл выставлять в прямой трансляции задержку с минутой? Какой смысл-то не будет прямая трансляция? Представляете, что такое минута? Вот я сейчас замолчу на 5 секунд. 5 секунд прошло. Представляете, минуту. За минуту можно столько наговорить, а зрители будут только писать сообщения. Я уже наговорю, а мне только пишут, что я минуту назад. Он только услышал, пока еще тоже захотел что-то написать, прокомментировать, ответить, спросить, пишет. То есть разница чуть ли не в 2 минуты. Я так пробовал с задержкой вести. Это такой бред. Это просто... То есть это ерунда. Хотя у них есть такая функция. Ну, типа, чтобы тоже там в буфер обмена это все складывалось, получше выгружалось. Но это бессмысленная функция. Как ты будешь вести прямую трансляцию? На то она и прямая, чтобы общаться в живом режиме. Не так, что ты уже побежал в другую тему, задал вопрос. Есть вопросы? И сидишь. Сколько ты будешь? Минут, что ли, молчать? Ну, ты посидел 5-10 секунд. Видишь, реакции нет. Пошел дальше. Представьте, что это какой-то технический, допустим, прямой эфир. Может быть, что-то там. Вот именно. Там нужна живая связь. Обратная связь. Вау! Я радуюсь. 2 мегабита в секунду. Думаю, ничего себе, крутяк. Деревня. Все. Неделю назад у меня все сваливается до 0,5. Я не могу провести трансляцию. Ничего. Вы не поверите. Давайте устроим лотерейную, как сказать, опрос этот. Как вы думаете, я наутро, на следующий день, кто видел эту трансляцию, я назвал «Берегитесь компьютер-зверь». Такой тетрис у меня на значке к ролику. Как вы думаете, я наутро проснулся, померил скорость. Какая у меня была скорость? Можете поставить на паузу и написать ваши комментарии. Интересно, кто-нибудь угадает. Я даже сразу скажу, до какого она упала. То есть меньше 0,5 мегабит. 500 килобит. Как вы думаете, какая у меня с утра была скорость интернета? 150 килобит. 0,15 мегабита. Я на сайты практически не мог. У меня сайты, ну, там, в «Одноклассники», в «Контакт». Я же там с утра проверяю тоже, что там, почта, кто что пишет, ответить. 0,15 еле-еле сайты загружаются. Какой прямой эфир? О чем речь? Вот завтра следующая трансляция. Сегодня пятница, у меня завтра суббота. Я понятия не имею, я смогу ее провести или нет. О какой там цифровой экономике, они говорят, электронное рабство? Вы в деревню интернет провести до сих пор не можете. О чем речь-то? Ну, я так и посмеялся, эта трансляция так ее и назвал. Смех да и только. Сотовая связь. Какой мобильный интернет? У меня здесь, жалко тут окно, у меня сейчас не видно, надо в дом заходить. У меня мобильная связь, у меня же есть сотовый телефон. Как вы думаете, что у меня здесь ловит? 3G? 4G? 3G? Нет, у меня 2G. Это то, что было 20 лет назад. То же самое. Я свой первый телефон купил как раз, я учился на втором курсе, где-то 2000 год. 20 лет назад я купил свой первый телефон такой, такой, Соня, здоровый. Тогда минута, по-моему, 30 рублей стоило. Там 150 рублей прям. Я студент. Ну, надо было, понтануться хотелось. Увидел там друг, мне продал один. Нет, ну, удобно уже тогда было. Просто с кем звонить, ни у кого их нет. Ну, так, домой, там еще куда-то. Друзьям все равно домашние были телефоны. Вот домашние были телефоны. Можно было уже кому-то домой позвонить. Ты все-таки едешь, ты-то с мобилы. Воровство тогда было ужасное. Этих сотовых операций. Они сейчас воруют, а тогда вообще нещадно воровали. Цены вот такие еще и воруют. Со счета. Это реально все знают, кто это помнит. Времена. Денег все время на счете нет. Сколько-то не положи. Никуда не звонишь, деньги пропадают. Как вы думаете, у меня здесь мобильный телефон? Нет, у меня стационарный телефон. У меня в нескольких местах я сделал. Раньше тут у меня на окне, вот с другой стороны. Сейчас у меня тоже на окне стоит вот эта камера. А с другой стороны вот окно и дом у меня. Могу вам даже показать, в принципе. Там жалюзя, ничего не видно. Вот у меня вот тут вот телефон стоял. С другой стороны, естественно, не на улице. Сейчас там я сделал такую полочку. Рядом с компьютером нашел тоже место. В одно место я могу телефон поставить. У меня пару палочек там есть. Потому что когда здесь стоял, там я сижу за компьютером. Бывает нужно, знаете, там смс-ки переходить с кодами. Если ты куда-то заходишь в личные кабинеты, в свои, которые авторизованы. Я не могу даже дотянуться. То есть мне надо ногой там как-то включать и тут на компьютере сидеть. Понимаете? Это сегодня какой год, не скажете. Вот мне кажется, сегодня 2018 год, май месяц. У меня нету мобильной связи. Это стационарный телефон. Я его не могу взять. Но я, конечно, чуть-чуть подшучу. Здесь во дворе есть места, он ловит. Я могу поговорить там. Но мне особо никто не звонит. Он мне не особо нужен. Но факт остается фактом. Это 2G, который ловит точками. В доме он не ловит вообще реально нигде. Вот в нескольких местах ты можешь найти и куда-то его прикрепить. Я так и делаю. Какие-то там полочки, крючочки, чтобы можно было поставить. Все. Сильно мы развились. Не знаю. Мне кажется, кто вообще из деревни не вылазил. Всю жизнь здесь прожил. Я не думаю, что он сильно что-то увидел. Вот мой телефон. Чем он стационарно отличается, на самом деле, что я его могу просто с собой взять и с этим номером потом отсюда уехать. А по сути он такой же. Вот есть телефонный провод. Но я телефон не стал, конечно же, покупать. Там номер, зачем он мне нужен. Вот. Но вот мобильный, вот есть. Но роль-то у него как стационарная. Осталось только трубку привязать. Но по сути он как привязанный, потому что я его даже взять не могу. Я вот разговариваю прямо вот так вот он там на стене. Ну вот это действительно хохма и для смеха я рассказываю. Вот три вещи хотел рассказать. У нас никакой связи до сих пор нет. Нет. И всегда будет хлеб, и зрелище будет всегда доступно каждому человеку. Вопрос, как ты будешь, какой хлеб, и как зрелище, на что ты все это будешь употреблять. Вот так вот. Ну вот такой вот еще один ролик хотелось. Хотелось потедожить ту ситуацию. Может быть, кто в курсе, кто не в курсе. Мы доживем. Я живу в России. У нас тут это было. Так вот все это закончилось. И это показательно. Вывод какой? Я говорю, много я послушал. Некоторые даже технические вещи потом посмотрел. То, что вам в прошлый раз не стал рассказывать. Кое-что у меня тоже проясняется. Мне это интересно сейчас. Все это связано как бы с последними временами. Кто-то считает, что мы в них живем. Но в них еще и апостолы жили. Они об этом прямо говорили. Что дети – последнее время. Вот. Эти последнее время всегда, и сейчас, и завтра. И все с вознесения Иисуса Христа на небо, откуда мы ждем его идущим, во славе. Все называется последним временем. А именно события книги Откровений. Кто знает, у меня на канале есть плейлист на христолюбие в разделе Новый Завет. Я считаю и доказываю Писанием. Показываю, хотите, кому не нравятся мои доказательства, показываю, что эти времена не наступили. В книге Откровений описаны события. Я тоже не пророк, не буду вам там это не открыто, цифире называть. Но это реально небольшой период времени. Реально. Более того, там с 13 главой воцарения Антихриста и царства Антихриста до 19 главы, где идет Господь с небес, в принципе, 3,5 года. Все. И я вас уверяю по книге Откровений, судя, я сомневаюсь, что нам придется, сломя голову, от этих Антихристов бегать. Не нравится тебе там, езжай куда-нибудь вон, в леса жить. Езжайте, кто вам не дает. Устроить нам гетто. Ну и что поживем в 3,5 года в гетто, ничего. Что мы, не переживем, что переживем. Вода есть, речка есть, птички есть и все. Ну, сошлют нас в какое-нибудь гетто. Все будет подальше, подальше, чтобы моим глаза христиане не мозолили. Ну, ничего. Будут вырезать, ты вообще с этим ничего не сделаешь. Ты же овца божья. Ну, подставь шею, да и иди на небо. Ну, вот так вот, в принципе, на сегодня хватит. Хотел немножко. Я говорю, у меня есть плейлист на лайве в последнее время. Там разного характера, разных тематик ролик, но связаны все с этим. Ну, будет что-то интересненькое. Вот будем наблюдать за событиями. За Иерусалимом будем наблюдать. Там же храм построится. За войнами так где-то. Что-то, может быть, я буду говорить. По факту информационных технологий пока, каких-то вот этого гестапо. И вообще, что все плохо, истерии вечных. Я говорю, ничего не плохо. Любыми вещами в мире можно пользоваться и во благо, и во зло. И на стороне света всегда будут войны. Бог их даст. Причем порой, я говорю, это даже будут войны не дети божьи, а люди божьи. Так их называют. Как их и назвал Господь. Мне очень нравится этот пример в книге «Деяния», где Господь апостолу Павлу сказал, что не бойся. А наше дело благорестовать. В принципе, завтра Павел Дуров может стать христианином. Причем настоящим. Из него надо сделать просто ученика Иисуса. И тогда он вообще будет на стороне света. Целиком и полностью. Не только внешне, как бы. И отчасти согласуясь, и живя в согласии со светом, который просвещает в сердце каждого человека, пришедшего в мир. Но и станет сам светом. Поэтому нам поменьше надо истерий, а поменьше света, любви, добра нести в мир и благовествовать истину. А она в Иисусе. Поэтому наше дело проповедовать жизнь и учение Иисуса. Прежде всего, являя эту жизнь и это учение в самих себе, любовью к ближнему, по его образу, его примеру, его учению, радостью жизни. А не вечными вот этими угрюмыми лицами и всем остальным и словами, и вот роликами в интернете. Миром быть. С Богом, естественно, своей святой жизнью и по возможности со всеми. Кротостью, смирением, долготерпением. Ничего, лишат тебя пару удовольствий. В Диснейленд два раза в год не съездишь. Ничего, переломишься, не расстаешь. Нас еще всех ждет то, что и в голову не приходило, и глаза не видели, и ухо не слышал, как апостол говорил, побывав там. Потерпим немножко. Так что вот так вот будем светить. Ну, под конец напоминаю вам обязательно заповедь Господа и Бога нашего, пришедшего во плоти, по плоти от Давида, сущего над всем Бога, ибо он есть истинный Бог и жизнь вечная, который говорил, заповедь новую даю вам. Долюбите друг друга, в чем ее навезда, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Именно поэтому будет вас узнавать, что вы мои ученики, мои последователи, потому что будете иметь вот такую вот, по моему образу и моему учению говорил Иисус, любовь между собой. Всем мира, добра и любви. Прощаюсь с вами, до встречи в следующем ролике.